С наступлением осени встает вопрос, как уперечься от простуды и гриппа. Главное подготовиться к этому заранее. Чтобы не подхватить вирус, медики рекомендуют делать прививки. Это считается самой эффективной защитой. По мнению специалистов, у привитого человека заболевание протекает в более легкой форме. Также после вакцинации гораздо меньше шансов получить серьезные осложнения после перенесенной болезни. Грипп – это очень серьезная респираторно-вирусная инфекция. Вирус гриппа обладает высокой токсичностью, поэтому вызывает множество осложнений. Такие как пневмония, синуситы, атиты, менингиты, энцефалиты. Особо восприимчивы гриппу детки маленькие, вообще дети дошкольники, дети до 7 лет и люди старше 65 лет. У нас вакцина инактивированная, малореактогенная, гриппол плюс. Достаточно долго она у нас на российском рынке. Эффективность этой вакцины 80-90%. Для получения максимального эффекта прививки от гриппа нужно делать за полтора месяца до предполагаемого момента наступления эпидемии. В этом году пик заболеваемости гриппом медики ожидают в декабре. Первую партию вакцины сотрудники второй детской поликлиники уже использовали на иммунизацию школьников. Мы сейчас прививаем школьников. Привили уже порядка 750 человек. Продолжаем вакцинацию. Ожидаем привоз вакцины. У нас вакцины в количестве 2000 вакцины. И вот столько же и предполагаем привить детей. Вакцина предполагает прививки, разрешенные детям прививки с возраста 6 месяцев. Но, как и после обычной вакцины, возможны небольшие местные реакции в виде гиперемии, покраснения, болезненности в месте инъекции. Может быть повышение температуры, недомогание, слабость. Но это несоизмеримо с тем, если ребенок заболеет гриппом. На практике и по литературным данным, ребенок, который привит от гриппа конкретно, он легче переносит и другие респираторно-вирусные инфекции. В ближайшее время ожидается поступление новой партии вакцины Гриппол+. И остальные жители Ленинска, конечно, по желанию, будут готовы встретить грипп. Но наряду с прививкой врачи советуют учитывать и другие, самые простые меры профилактики. Например, прогулки на свежем воздухе, занятия физической культурой и спортом. И, конечно, употреблять в пищу побольше витаминов.